Мои девочки, мои любительницы, снова с вами я Лера Бармова и мой канал Мое Житие Мое. Показываю с балкона всю прелесть нашего города, но сейчас очень холодно, окно открыто. Я боюсь, как бы мне потом не простудиться, это одиннадцатый этаж девчонки, это вот снизу, там это садик вот стоит. Вот такая прелесть у нас, холодно, похолодало, поэтому я окошко закрываю и пошла на кухню. Что у нас сегодня было? Ну, с утра ребенка проводила на работу, теперь надо наводить порядки. Сразу с Берга зашла в магазин, кое-что прикупила, ну, так, по мелочевке хлеб, гречку. Она у меня очень любит гречку с молоком. Рис взяла. Так, что у нас стоит рис-то? Рис двести сорок, по-моему, ну, что-то дороговато здесь в городе, у нас, по-моему, там дешевле в колхозе в нашем. Гречка тоже не знаю почем, не получилось, булка, хлеба. И вы знаете, что еще? Тут у меня такая соловечка есть, и там привозят свежее молоко, творог и сметану. Зашла, взяла вот на двести тенге, вот где-то больше литра молока, не в чем было положить пакетик налили, но ничего, донесла. Тут прям снизу спускаешься, с подъезда выходишь, проходишь по дорожке, там метров сто, наверное, сто пятьдесят там, и стоит такой магазинчик, все свеженькое там такое. Взяла баночку клубнички, вот такое, ну, как бы вареница, наверное, тоже продаются. Ну, макароны, естественно, тоже такие ложки, макароны можно сварить. И вот такие вот крылышки Аулио Атта Феникс, местного разлива получается на тысячи тенге. Ну, нам здесь хватит на два-три раза. Мы с девушкой сильно не питаемся таким мясом. В общем, такие небольшие покупки. Что у меня там получилось, у меня еще дома бардак, я еще ничего толком не делала в ванну. Я засунула белье, оно уже у нас постиралось, надо мне его сейчас вытащить. Тут еще вот эта куча белья лежит, надо постирать сегодня, засунуть. Ну, машинка автомат, так что ничего страшного. Время у нас сейчас только, сколько, одиннадцать? Начало двенадцатого, сейчас все успеем, все сделаем. Ну, что ж, девчонки, я начну убираться, потом что-нибудь готовить. Я сегодня ночью одна дома, так что можете приходить ко мне в гости. Включу свой компьютер. Я его сейчас пока вот так на подставку поставила, чтобы здесь ничего не замараться. Потом все, сейчас разберемся. Сегодня у нас же первый день, когда я здесь, надо свои вещи все разложить по местам. Там мое вязание лежит, вчера тоже вечером немножко вязала. Ну, что ж, я начну убираться, а потом мы еще с вами встретимся. Я на кухне. Я на кухне, здравствуйте всем. Буду готовить, что-то убираться, что-то буду стираться. Там, если слышно шум, то это у нас машинка работает. Потихоньку надо все делать, все убирать. Тут, короче, открыла, сварю себе завтрак. Хочу вот такие вот кукурузные хлопья, наверное, вот эти вот хлопья злаковые. Себе кашку сварю. Молоко я себе уже поставила, вскипятила. Это в баночку себе оставлю, чтобы было потом, что кушать. Ну, я буду стоять боком, не знаю, как камера будет. Ну, буду вот так вот с вами разговаривать. Так, надеюсь, меня так будет видно. Плита здесь электрическая, не газовая. Поэтому мне с ней надо немножко еще как бы разбираться. Как включать и как выключать. У нас-то дома газовая плита, я ее включила и все. А здесь надо еще немножко знать, как нагревается, когда надо переключать, чтобы меньше шло жара. Ну, вроде как бы немножко освоилась. Так что здесь плита электрическая. Значит, что будут? Хлопья. Будем соблюдать диету. Будем худеть, девчонки. Хлопья злаковые, 6 злаков. Овес, ячмень, рожь, пшеница, гречиха, кукуруза. Ну, наверное, всем известна такая фирма. Царь, это, по-моему, даже российская. Если на то, пошло варить 5 минут. Упаковки 400 грамм. Ну, не знаю вообще, по-моему, это российская. Хорошо. Насыпем немножко. И сварим себе кашку. Я еще, представляете, я еще не завтракала. Потому что пока утро встали, девчонка быстренько позавтракала, кофе попила. И на работу побежала. Такси вызвала, на работу побежала. Немножко проспали. Ну, сами понимаете, вчера пока сидели сюда-сюда, немножко она проспала. Для меня, конечно, тоже непривычно это первый день. Как бы в первой квартире. Поэтому. Так, с вами покипит. Сейчас я подойду. Попала машинку, посмотрела. Вроде бы уже скоро закончится. Там две-три минуты осталось, выжимает машинка. Ну как, постирать тоже надо. Тут немножко прибраться. Девчонка же у нас тоже сутки работает, сутки дома. Там у них сейчас как-то получается сменой, что некому выйти перед Новым годом, там после Нового года. И получается, что она за себя работает, из-за того парня работает. Прибегая домой, получается, выспится. Утром глаза откроет, опять на работу. Поэтому некогда ей ничего делать. Ей бы поспать, да? Кто бы я приготовил бы покушать. Так, утром глаза, если. Вот. Ну, конечно, одной-то скучно, но она вообще-то у меня самостоятельная, ребенок. Ну, все равно, хорошо, когда мама ряда. Не говорю, что я там надолго. Ну, не знаю, посмотрим, девчонки. Вроде бы взрослый ребенок, уже 26 лет, да? Ну, все равно, хорошо же, когда мама ряда. По-любому. Так, кашу сейчас поставим на медленный огонь. Так, наверное, вот так. На двоечку, наверное, что ли. Машинка уже остановилась. Сейчас тоже машинку пойду вытащу. Здесь у нас будет размораживаться крылышки. Потом я его еще... Что-нибудь сделаем. На улице немножко потеплело. Все равно, солнышко вышло, но холодно. Холодный. Такая изморозь. Я как-то еще не привычно, чтобы я-то привыкла в своем доме. А здесь надо и так, и так. Ну, надеюсь, у меня простится. Так, ну, каша, по-моему... Тоже надо что-то... Что-то перекусить-то надо. Так, здесь у нас что, холодильник, да? Так, сметана есть, то есть. Так, вроде бы все есть, ничего особого не надо готовить. Но все равно получается, что я сегодня дома, завтра тоже дома. Выходные у нас 6-е, 7-е. Января у нас выходные. Потому что крещение же 7-е. И у нас тоже в Казахстане праздник, девочки. Так, всех наступающим праздником, святым крещением вас. И поэтому надо мне сегодня, завтра все так приготовить, да, чтобы потом на недельку, да, чтобы на что-то было покушать. Или молока побольше возьму, чтобы кашу варить. Девчонке тоже полезно кашей кушать. Квасти и сухомятку. А этот... Крылышки растают. Потом... Завтра она придет. Мы их где-нибудь запекем с картошкой. В духовке. Духовка здесь тоже вот хорошая, электрическая духовка. Бош называется. Вот. Так что надеюсь, что у нас все завтра получится. Так, все, каша готова. И вот что интересно, это когда озвучаешь эту плиту, сейчас на ноль поставлю, но она еще не тухнет. То есть здесь еще горячее идет, потому что это же электрические плиты, она еще идет горячая. Поэтому надо ее по сторонку, наверное, чтобы она не пригорела. А так она будет стоять на столице. Так что, пойдем мы в следующую. Девчонки, у меня небольшой перекурчик, перерывчик. Настирала, вот тут повесила еще, еще там повесила. Устала немножко, вышла на балкончик, думаю, надо перекурить, отдохнуть. А то что-то упахало сейчас совсем. Солнышко встает, получается, что у нас солнце. Это я сейчас смотрю на восток. Значит, там, а нет, это запад. Заходит солнце с этой стороны, с той стороны восток у нас. Поэтому утром на этой стороне было темно. Сейчас уже намного стало светлее. Солнышко переходит уже на эту сторону. И здесь уже более-менее, сейчас уже светлее стало. Ну, мороз здесь не отпускает. Ну, не сказать, чтобы сильный мороз. Ну, где-то нулевая, может быть, температура. Может быть, плюс два, плюс один. Где-то так. Ну, вид очень красивый из окна. Вид очень красивый из окна. Просто окно открыто, мне холодновато, конечно. Это район, в основном там сзади все частные дома. А вот на этой стороне где наш дом стоит. Тут многоэтажки. Ну, вообще наш город, центр города, он старый город. Сейчас закрою окно. Старый город. В основном частный массив. Ну, есть еще очень много микрорайонов, конечно. Так. Ну, что еще? Я пообедала, даже ли позавтракала, кашу съела. Немножко порядок навела. Тут приготовила себе подушку. Поставила ноутбук. Намазала свою коленку. Вот эта мась. Хуандра и гин. У меня коленка болит правая. Видать, артроз начинается. Или в душе вчера помылась. Я никак не адаптируюсь еще к своим переменам. Пойду я вам покажу нашу комнату, зал. Ну, однокомнатная квартира, в принципе. Ну, как вы поняли, здесь одна комната. И там кухня переделанная под комнату. А сама кухня вынесена на лоджию. Так, что у нас здесь? Так, поставила вот здесь вот сушилку в уголок. Полотенце там развесила. Вот у нас есть весы. Будем теперь взвешиваться. Будем фигуру держать. Ну, это моя дочь тут украшение делала. Вот она моя красавица. Ну, что, телевизор, как обычно, окно. Здесь вот ее уголок. Вот она еще колонки себе приобрела. Музыку любит слушать. Здесь вот тут ее книги. Сейчас давайте посмотрим, какие книги она читает у нас. Так, это тоже вот ее портрет. Вообще, она очень любит заниматься фотографированием, фото делать. Вот этот фотоаппарат она еще, по-моему, больше для себя купила. Она очень любит фотографировать. И поэтому увлекается вот этим. Так, вот что у нее за книга? Ремак. Она же... Так, наверное, вот так сделаем. Фантастические твари, где они обитают. Оригинальный сценарий. Вот на этот фильм мы с ней ходили недавно. Я вам показывала. В 3D ходили этот фильм, смотрели. Но, конечно, в 3D фильм смотреть впечатляет. Очень впечатляет. Война с саламандрами. Карл Чепок. Надо же. Хоббит. Роуэл. Так. Антуан Акзепери. Маленький принц. Я вообще свою дочь, наверное, буду познавать с каждым разом все больше и больше. Люди растут, меняются. Дети меняются. У них свои привычки. Великий Гипсон. Тысяча и одна ночь. Это у нас что, Достоевский. Преступление и наказание. Интересно. Чаос Диккенс. Дэвид Копперфильс. Гарри Поттер. Проплятое дитя. А, ну это последняя книга, которая вышла из серии. Роулинга. То есть вот это писательницы. Последняя книга. Здесь уже Гарри Поттер женился. У него уже свои двое детей. Есть. Вот это вот. Но фильм, по-моему, еще не вышел. Но вообще, честно говоря, не знаю. Вышел фильм. Нет. Но вот книга уже есть. Так. Что у нас тут опять? Достоевский. Идиот. Интересно. У нее разнообразие. Мозг на 100%. Интенсивный тренинг. Вообще, она, насколько я знаю, она всегда раньше увлекалась именно психологией. У нас еще дома есть книги по психологии, которые она сама себе покупала и читала их. Такими книжками она у меня тут, оказывается, увлекается. Покупает. Складывает. Читает. Вот в детстве она, когда была маленькая в школе, когда еще училась, ее заставить читать книги какие-то было практически невозможно. Потому что все время я говорила, ну ты хоть почитай там что-нибудь. Она говорит, а зачем? Я сейчас включу телевизор или включу наутбук и посмотрю, что там. Зачем мне читать? Ну, сейчас человек взрослеет, поэтому, видать, больше стала читать. Вообще, я считаю, что взросление человека не зависит от его возраста. Он и 18 лет может быть уже начитанным и, как говорится, продвинутым. А некоторым это приходит чуть попозже. Ну, это, еще раз, я так считаю, например, что это не зависит от биологического возраста. Это все равно зависит от состояния человека, от состояния его мировоззрения. Так, ну тут у меня еще в прихожке еще кое-что бардак, конечно. Еще до конца сделала волна там. Вот эта вот комнатка, да, вот здесь вот, в общем, уголочек будет мой. Сейчас я, наверное, сяду, повяжу и немножко с вами пообщаюсь. Так, девчонки, время у нас уже 6.42. Это близ 27 вечера. Я немножко управилась с работой, освободила тут себе рабочее место. Цветочки поставила наверх. Это ее любимый Игорь. Вот этот вот денежное дерево. Она его назвала Игорем почему-то. А это рядом, по-моему, женское счастье, насколько я понимаю. Ну, я в цветах не очень, я ими не очень увлекаюсь. Это ей кто-то подарил. В общем, эти цветы я поставила наверх. Поставила свои коробочки сюда. Вот это вот блокнот, который мне доча подарила. Там мои украшения. Здесь я полку освободила полностью. Телевизор хочу перенести сюда на кухню. Вот этот кабель потом нам подключат. Наверное, во вторник или в среду придут. Ребята подключат. Господи, зашла в ее ящики. Везде косметика, везде какие-то баночки, какие-то спляночки. Вот это вот наверх поставила камеру, которую мы купили, чтобы снимать видео. Но мы еще пока с ней не разобрались. Пока я снимаю на телефона старый. Она завтра придет с работы. Будем дальше разбираться, как ее подключать и видео снимать. Засунула все ее шни в одну сторону. А вот здесь вот снизу две полки себе освободила. Твое вязание поставила. Твои спицы воткнула. Вот тут вот, видите, тут вот снизу. Тут еще. Ну, пока так воткнула, поставила. Потом видно будет. Все бокалы по местам, блендеры, бокалы расставила. Ну, я не могу сказать, что она у меня там неряха. Просто, понимаете, девчонка тоже сутками на работе и практически некогда заниматься. Тут за угол еще спрятала белье, которое на стирку. Но это уже теперь завтра, потому что сегодня уже вешать некуда. Вот такие дела у нас. Пройдемся. Тут вот под квартирой как-то, знаете, немножко, честно говоря, немножко жутковато. Одна в чужой квартире. Я тут никогда одна не ночевала. Здесь вот тоже такой вот уголок, как бы гардеробная. Вещи лежат, наверх тоже, что могли, запихали. Поделили пока первое время. Вот это вот стоит круглый стол. Вот это вот хозяйский стол. Квартира-то у нас съемная. И вот это вот хозяйский круглый стол. Чисто казахский столик такой маленький. Низкий стол. У казахов есть такой обычай. Кушают на низком столе. Потом вокруг стола раскладывают подушки, курпешки. И садятся вокруг круглого стола и кушают. Что здесь еще хозяйское? Хозяйская мебель. То есть вот этот вот диван раскладной, на котором постельная. Да, тут спим получается. Вот это тумба хозяйская. Телевизор хозяйский. В этом углу висит кондиционер. Летом хорошо спасает. Так. Ну, стулья там. Вот эти табуретки. Вот эта доска гладильная. Гладильная доска это наша. Что у нас еще здесь есть? Палас это хозяйский. Сушилка это наша покупали. Двери очень хорошие, обитые. Современные. Вообще квартира очень хорошая. Обои очень красивые. Здесь вот такие салатовые обои. Люстра тоже хозяйская. Потолок вот таким обделан сайдингом. Симпатичная очень квартира. Полы линолеум. Здесь Это входная дверь. Так, что у нас здесь? Входная дверь. А это Еще одна дверь. Это уже Так. Это входная дверь. Уже железная дверь. То есть, Которая на улицу выходит. А сверху Еще одна дверь закрывается. Домофон есть. Чтобы, Если кто к нам зайдет, Чтобы звонили. Потому что дом, Сам подъезд закрыт на Магнитный ключ. Тут висит в углу Трава. Адараспан. Адараспан. Ну, это у казахов Есть такие поверья, Чтобы защищал дом Вот. Не чистый хилонь. Чтобы приносил удачу. Вешают в углу Вот такую траву. Так, что Сам дом Подъезд закрыт На Магнитный ключ. Чтобы попасть В подъезд Или в лифт Надо вот таким Магнитным ключом Открывать двери. Посторонние Практически Зайти не могут. Только свои. У кого есть такие ключи. Если кто-то приходит, То могут Через домофон Нам позвонить И Мы тогда Откроем двери. Что еще? Ну, в общем, Это прихожка Тоже хозяйская. То есть Это здесь все Находилось. Так, там Белье. В ванной комнате Что? Машинка стиральная. Автомат. Это тоже Хозяйская машинка. Автомат. Очень классная. Ну, остальные Три бомбаса Это все Бутылочки, Скляночки. Тут У дочи Все это Блин, даже не знаешь Что И для чего И куда намыливать И куда это мазать. Пока разберешься В этом В ванной комнате Вот это вот Все ее Косметика Представляете? Пока все это Разберешься С ума сойдешь Мы-то привыкли Что там Один шампунь Кусок мыла Мочалкой Это что у нас Этенсивное Влажнение Для всей семьи Лосьем для Лица и тела Вот видите Это стиральный Порошок стоит Я сегодня им пользовалась Это что у нас Персел Тоже Это тоже Что-то такое Устранение Запаха Это Съезд Сидель Для укладки волос Это Чистить Что-то Чистящее Средство Это что у нас Ландыш Освежитель воздуха О Классно В общем Вот такие У нее тут Все косметические Средства Так Теперь В эту комнатку Где я тут Оборудовала Значит Вот этот Шкаф Да Или как сказать Шкаф Горка Это тоже Все это Хозяйская Все мебель Одного Типа Одного Дизайна Обои Здесь уже Немножко Другого цвета Если в зале Там были зеленые То это Такие коричневые Тоже Очень классные Мне очень нравится Они такие Поблескивают Еще Так Люстра Потолок Здесь Вот такой Вот Таким дизайном Сделано Занавески Есть Жалюзи Вот это Вот Можно Закрыть Жалюзи Стол Тоже Хозяйский Диванчик Это тоже Хозяйский Вот Я вам Показала Квартирку Немножко Так Немножко Конечно Мне Немножко Конечно Жутковато Где-то Что-то Стучит Где-то Кто-то Ходит Но Надеюсь Что Меня Сегодня Никто Не украдет Так Теперь Мне Надо Еще Знаете Что Сделать Мне Надо Познакомиться С дедушкой Домовым Который Здесь Живет И Сделать Ему Маленький Подарочек Чтоб Он Меня Принял Сейчас Мы Ему Найдем Укромное Местечко Укромное Гнездышко И Сделаем Ему Подарочек Смотрите Я Нашла Для Своего Домовенка Вот Такую Корзиночку Украсила Ленточкой Положила Ему Туда Игрушку Единорожку Конфетку И Денежку Вот Такую Вот Гнездышко Ему Сделала И Теперь Пойду Знакомиться Со Своим Хозяином Хозяином Этой Квартиры Чтобы У нас Квартира Был Мир Согласия Чтобы Он Защищал Наш дом Надо Ему Всегда Делать Какое-то Преподношение Теперь Вот Эту Корзиночку Со Всеми Дарами Которые Относятся К дедушке Домовому Я Спрячу В такое Место Чтобы Оно Не попадалось На глаза Посторонним Людям Чтобы Об этом Месте Только Знали Я И Допустим Дочка А Остальным Посторонним Кто Не Живет В этой Квартире Знать Об этом Не Обязательно Главное Чтобы Хозяйка Этого Дома Постоянно Своего Домового Облажала Дарила Ему Подарочки И Просила Его Чтобы Он Сохранял Мир И покойствие В ее Доме И Оберегал От Всяких Несчастей Ну Что Ж Я Пошла Знакомиться Со Своим Дедушкой Домовым Ну Вот Девочки Я Уладила Все Свои Делишки Которые Сегодня Запланировала День У нас Пол Восьмого Я Убралась Полы Помыла Все Что Могла Сделала Теперь Сильно Кушать Хочу Я Кушала По-моему Только В Одиннадцать Часов Дня Сейчас Уже Пол Восьмого Вечера Надо Поставить Что-нибудь Чай Или Там Кашу Сейчас Посмотрю Что У нас Есть Покушаю Дальше Посмотрим Чем Заниматься Но На этом Я думаю Что Сегодня Больше Снимать Не буду Ничего Вообще То Кто Его Знает Может Быть Еще Что Нибудь И Сним Но Если Нет То Всем Спасибо За Просмотр За Ваши Комментарии Кто Еще Не В Курсе Это Просто Блоги Житие Мое С Вами Была Вера Бармова Всем Спасибо До Следующих Встреч